Приветствую Вас, Евгений. Знаете, давно я заприметил Ваш вопрос, вот, но ответить на него смог я только вот сейчас, спустя почти сутки. Первое, что мне хотелось бы выяснить и прояснить в Вашей ситуации, это, пожалуй, то, чего Вы хотите. То есть, что бы Вы хотели от нас, как от психологов в этой ситуации. Обратите, пожалуйста, внимание, что Вы не задаете вопрос, его у Вас попросту нет. Вы пишите какие-то вещи, пишите так, как будто натурально чеканите, да, то есть это вот, как будто, ну, прям вот, как будто чеканите, пишите это всё. Но, чего хотите, конкретно чего хотите, Вы не пишите. То есть, совершенно очевидно, что у Вас есть ряд проблем. Совершенно очевидно. Но, какие это проблемы? С чем эти проблемы связаны? Не совсем понятно. Вы пишите. Значит, Евгений, 25 лет. Имеет ли для Вас значение Ваш возраст? Если да, то, соответственно, какое значение Вы ему придаёте, возраст своему? Вы пишите. Значит, я пытался ухаживать, а, да, влечение, влечение. Вот, вы пишите, влечение. Влечение, Евгений, это что такое? Ну, вот, для нас влечение, это что такое? Что это было, что это за чувство? Как Вы его, значит, для себя интерпретируете? То есть, Вас влекла девушка. Это понятно. Чем? Что это было за влечение? Влечение. Была ли это любовь? Или было это что-то ещё? Было это какое-то, ну, другое чувство? Давайте вот с этим разберёмся. Если Вы пишите свой вопрос, да? Влечение. Какое влечение? Что это было за влечение? Чего Вы хотели? Соответственно, имеет ли это влечение отношение к сексу? Или это влечение имеет какую-то другую форму? То есть, ну, за ним стоит что-то, что-то другое. Вот. Знаете? Это Вы знаете. Я за Вас, за Вас этого не знаю. Но чувство Ваше, если оно есть, его нужно анализировать. Я пытался ухаживать. Хорошо. Это здорово, что Вы пытались ухаживать. Это великолепно, что Вы пытались ухаживать. Вот. Это отлично на самом деле, что Вы пытались ухаживать. Но вопрос заключается немножко в другом. Вы пытались ухаживать, чтобы что? То есть, для чего Вы пытались ухаживать? Была же, наверное, у Вас какая-то цель для этого? Ну, вот. Вы ухаживали. Вы хотели, наверное, чего? Вы хотели, наверное, добиться ее? Ну, девушкой я имею ввиду. Зачем добиться? Что нас объединяло? Что Вас связывало? Именно вместе, вот именно друг с другом. Что объединяло? Что связывало? Что Вы ее добивались? И что Вам так важен результат? То есть, важна ее реакция, важен ее ответ. Дальше. Значит так. Она видела и не без ответа. Не очень понятно, что Вы имеете в виду. Ну, то есть, вот. Конкретно. Что Вы имеете в виду. Она видела и не без ответа. Это вот. Что значит? Она видела и не без ответа. То есть, это значит, что она давала Вам, допустим, какую-то обратную связь. Например. Хорошо. Если она давала Вам какую-то обратную связь. Здорово. Что это была за обратная связь? Какая она была? Какая она была? А что эта обратная связь значила для Вас? Например. И значило ли это что-то для Вас? Ну, я имею ввиду, вот. Обратная связь. Дальше Вы говорите. Дальше Вы говорите. Жизнь развела нас на пару лет. Опять же. Что значит жизнь? То есть. Вы разошлись. По какой-то причине. Может быть это был недостаток, как бы, близости. Может быть, так она была Вам нужна. Девушка это я имею ввиду. Вот. Может быть, так Вы в ней нуждались. Может быть, так Вы, ну, так у Вас к ней проявлялось влечение. Вот. То есть, настолько вот это было сильное влечение, что Вы позволили жизни, да, Вас развести. То есть, это не жизнь Вас развела. Вы поймите. Это не жизнь Вас развела. Это Вы сделали свой выбор. Это Вы приняли такое решение, решение отдалиться от нее. Вот. Но почему Вы приняли это решение? Почему Вы захотели от нее отдалиться? Почему Вы решили это сделать? Это вот не совсем, на мой взгляд, понятно. То есть, это то, что также нужно анализировать. Это то, что также нужно исследовать. Вам. Вам. В первую очередь, Вам. Вам. А дальше. Значит, начал понемногу забывать. Опять же, непонятно. Хотели Вы ее забывать или нет? Да. То есть, ну, если, допустим, история здесь такая, что Вам она нравится, и Вы нравитесь, соответственно, ей, да, и она, соответственно, отвечала Вам взаимностью, вот, ну, да, на Ваше ухаживание, вот. То, соответственно, зачем же ее забывать? Может быть, Вы, Вы испугались, может быть, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ То есть, уже, уже, грубо говоря, тогда, уже тогда вы думали о том, уже тогда вы думали о том, что возможно, возможно, вы не соответствуете ее, значит, ну, ее представлениям, да, ее стандартам, тому, что она хотела бы и так далее, то есть вы уже тогда были склонны, видимо, были склонны, видимо, решать за нее что-то, вот, ну, и, соответственно, считать, что вы не для друг друга, допустим, хотя это, ну, понятное дело, что здесь, опять же, это область исключительно только предположение, вот, дальше, потом армия, ну, опять же, непонятно, да, вот вы говорите, что потом армия, так, а что армия, вы в армию ушли, потому что хотели, или потому что что? То есть, что было с армией, конкретно, знаете, какая история, вот, то есть, вы в армию ушли, почему, вы в армию ушли, из-за чего, более, что у вас, ну, как бы вы учились в университете, да, и так далее, вот, то есть в армию, то вы, в армию, то у вас, по идее, не должны были забрать, вот, то есть здесь, конечно, история, она, вот, опять же, немного такая, да, непонятная, то есть, что вы хотели, как вы хотели, а, чего вы хотели, и так далее, вот, понимаете, да, о чем идет речь, понимаете, что я хочу сказать, а дальше, 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 значит, с работой оказалось тяжело, в чем, чем, чем тяжело, с работой оказалось? Я понимаю, что тяжело, я понимаю, что тяжело, я хочу, чтобы вы сами для себя и нам объяснили, в чем была тяжесть с работой, следовательно, никакой стабильности до сих пор. Ну, я понимаю, да, но, опять же, вопрос, что вы делаете, чтобы это, чтобы это изменить, и делаете ли вы что-то, чтобы это изменить, может быть, вы ничего не делаете, чтобы это изменить, понимаете, вот, и в таком случае, как бы, ну, возникает вопрос, так, аааа, по поводу чего вы тогда переживаете, если вы ничего не делаете, чтобы это изменить, вот, а если делаете что-то, чтобы это изменить, да, то, может быть, имеет смысл, ну, подумать, что вы делаете не так, не так, раз, ничего не меняется. А, дальше хватает, на жизнь хватает, но финансово не преуспел. А что значит, не преуспел, Евгений, вот, у меня такое ощущение, что вы, опять, как будто бы, знаете, от себя требуйте большего, чем, ну, вот, чем, например, вы способны. У меня вот такое чувство возникает, что вы постоянно требовали от себя больше, чем вы могли. Тайно у вас, знаете, какое-то требование к себе имелось, что вот, я должен, я должен, я должен, я должен, я должен, девушке должен, там, еще кому-то должен и так далее, вот. Откуда у вас это? Почему вы считаете, что должны? Вот. А хотите вы чего? 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 Именно хотите. Да? То есть, вот, именно хотите чего? Нет, даже сны, то, что вы должны, я понял. То, что вы должны. Вот. Вот. А именно хотите, хотите чего вы. Вообще. Вот. Понимаете, да? О чем идет речь? Так это очень важно. Очень надо понять, чего вы хотите. Для себя. Ну, хотя бы, хотя бы. Хотя бы для себя. Дальше идем. А, так. Забавно, недавно она написала, извинилась, хочет встретиться. А почему забавно? То есть, из-за того, что вы себя презираете, она вам пишет. Вот. Типа вы это имеете ввиду. Вот. Вот. Но, опять же, это зависит от вашей самооценки, собственно говоря. То есть, это вот вопрос, он про вашу самооценку, как раз таки. И про то, как вы воспринимаете вообще отношения между мужчиной и женщиной, в принципе. О-о-о. Потому что, как мне кажется, что, в принципе, вы, вот, понимаете, отношения между мужчиной и женщиной, ну, не совсем адекватно. Вот. Вы пишете, вы пишете, без попута он написал. Опять же, написали для чего, да? То есть, подумайте, что вы хотели в этот момент, когда написали. Встретиться до живчика хочется, но хоть я и хорош сейчас с собой, но все же не дотягиваю до того живчика, желавшего доказать неправильностью выбора. Евгений, а разве не означает тот факт, что она вам написала, да? А разве не означает тот факт, что она уже поняла, что неправильный, ее выбор был неправильный? Кстати, я не понял, а в чем неправильность ее выбора? То есть, в чем он, в чем он, в чем он, в чем он заключается неправильность ее выбора? Вот вы пишете раз, что, значит, не дотягивали того живчика, желавшего доказать неправильность ее выбора. Где она неправильно выбирала? Если вы сказали, что жизнь развела нас на пару лет. Я не увидел нигде неправильность выбора. Я не увидел этого, может быть, вы видите, но я нет, я не вижу. Поэтому даже непонятно здесь, о чем вы говорите, как бы, вот. Ну, непонятно, о чем вы говорите, значит, называю ее выбор неправильным. Вот, это первое. Второе, да, как, наверное, ну, я надеюсь, что понятно, что неправильность ее выбора доказывать не нужно. Да? То есть, вообще, доказывать ничего не нужно. А, никому. Вам нужно просто быть собой. Хочется встретиться? Встретитесь. В чем проблема? Хочется вам встретиться? Встретитесь. Это же естественно, это же... Нормально, если вам хочется встретиться с ней. Ну и встретитесь. Только вопрос заключается в том, чего вы ждете, чего вы ожидаете от этой встречи. Если боитесь опять показаться, там, ну, не знаю, да, каким-то не таким, да, каким-то неправильным, там, и так далее, как вы вот себя сами называете, что вы не дотягиваете до живчика, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Что в этом случае, конечно, лучше не встречаться, если она для вас эта возможность доказать себе, что вы, там, достойный, да, что вы, там, какой-то. Вот. Понимаете? То есть тут вот история, она скорее об этом, об этом, да, чего вы ожидаете от встречи с ней. Вот об этом история, про эту историю. То есть отделить, отделить то, что хочется вам, да, вот, отделить то, чего хотите вы, от того, что вы можете сделать для нее. Все. Это вот будет адекватно. Это будет, как раз, адекватная позиция. Вот. Понимаете? Это будет та позиция, которая идеально подходит вам. То, чего, то, чего хочу я. Да? То, чего хочу я. Да. Я реализовываю отдельно, потому что этого хочу я. А то, что я могу сделать для нее, я делаю для нее. Вот. Раз она мне написала, значит, она этого хотела, если она этого хочет, я дам ей то, чего она хочет. Потому что, ну, это логично. Да? Вот. А ждать чего-то от, например, встреч, именно ждать чего-то, это уже вопрос, вопрос ваших желаний. Скорее, скорее. Да? Но ни в коем случае это не вопрос того, что для нее. Вот. Дальше. Вы не должны дотягивать. Понимаете? То есть, я отдаю себя чертом, что вы боитесь, что увидя вас, она испытает разочарование, типа, что вот кем он был, да, и кем стал. Я отдаю себя в этом черту. Я отдаю себя в этом черту. Но тут уже вам нужно для себя самого решить, что вы либо, да, вот вы либо строите отношения на, ну, на принципе, например, да, на принципе быть, а не казаться, вот. Либо вы продолжаете жить какой-то вот такой, ну, скажем так, какой-то иллюзией, да, иллюзией, допустим, ну вот иллюзией того, что вы должны кому-то что-то и так далее. Это и называется зрелость, зрелость. В данном случае, в данном случае это и называется зрелость. Понимаете? Дальше, извиняется она, да безумие стыдно мне, ничего не добился, нечем гордиться, ощущение никчемности. А вы же, а вы считаете, что она извиняется за это, за то, что вы ничего не добились? Она извиняется не за это, она извиняется за свое поведение по отношению к вам. И она имеет на это право, как и вам нужно принять, вот, ну, принять ее поведение. Потому что ее извинения, они имеют место быть. Если человек считает нужным, извиняется, да, вот, позвольте, позвольте ей это сделать, вот. В этом нет ничего плохого, в этом нет ничего ужасного, в этом нет ничего аномального и так далее. Вот. Дальше, дальше. По факту, по факту, вот, чисто по факту, то, что вы делаете, да, это вот, ну, такая история, да, вот, что я ничего не добился, а ощущение, собственно, ни к чему-то. Вот. А что дальше, что дальше вы будете делать с этим? Ну, то есть, дальше-то что? Ну, да, вы ничего не добились. Я согласен. Возможно. Хотя, тут, как, как бы, тоже нужно выяснять, вот. Значит, действительно ли это так? Что это действительно ли вы ничего не добились. Вот. Понимаете? Дальше-то что делать будет с этим? Ну, вот, дальше, именно, именно дальше. Решите для себя, что вы будете дальше делать? То есть, вы либо будете продолжать себя жалеть, либо возьмете и начнете что-то делать. Для себя, для нее, пока не важно. Но, главное, чтобы вы начали что-то делать. Это важно. Можно подкорректировать ваше поведение, посмотреть, что именно вы делаете, ну, что именно вы делаете не так, что именно вы делали не так, как, что и так далее. Можно это все проанализировать? Можно. Если вы хотите, если хотите, если вы хотите, то можно. Понимаете? Ну, а это, опять же, вопрос исключительно только к вам. Да, то есть, вот, это вопрос к вам. Хотите вы этого или нет? Готовы вы это делать или нет? Понимаете? Хорошо. Вы пишите, ничего не добился. Это внешняя оценка себя, Евгений. По сути, это и есть, как бы, критика себя. Внутренняя критика. Мама себя. Она хорошего никому еще ничего не сделала. Внутренняя критика себя. Вот. И поэтому вместо критики себя, да, и дальнейшего обвинения, обичевания, вот, нужно смотреть дальше. Что я могу сделать? Что я могу сделать? Что я хочу сделать? И все. И если девушка увидит, например, что, да, вы, может быть, многого не добились, но вы стараетесь, вы делаете что-то, то она будет с вами. Если ее, если ее извинения, действительно, искренне, а это, а не такая история, что вот ей было там с кем-то хорошо, да, она, вот, потому что ей было с кем-то хорошо, она была с этим человеком. Вот. А теперь ей стало неплохо, и она решила вспомнить про вас. Вот. Если это, если это не так, да, вот, то она вас примет в нашу позицию. Ну, а если она, просто потому что ей стало тяжело, то что бы вы ни сделали, она все равно вас отвергнет. Что бы вы ни сделали, просто это вопрос времени. Вы хотите таких отношений? Хотите такого для себя? Я думаю, что нет. Ну, мне так кажется. Мне так кажется, что нет. Вот и все. Вот и все. Евгений, пожалуйста, сформулируйте запрос, чего вы хотите. Евгений, пожалуйста, подумайте, что вы хотите. В чем конфликт сейчас? Избавиться от ощущений никчемности, скорректировать свою энергию, это одно. Это можно, это одно. Наладить отношения с девочками, это другое. Поменять отношения к себе, это третье. Да, обратить энергию критики на энергию конструктива, это еще один момент. Что, что вы хотите. Ладно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Вы молоды. У вас есть все шансы скорректироваться и добиться того, чего вы достойны, исходя из своих способностей, да? То есть вы можете раскрыть свой потенциал. Для этого нужно работать. Вот. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Продолжение следует...